Всем привет! В этом видео о том, как запустить командную строку от имени администратора в Windows 11. Для этого стало чуть больше способов, чем в предыдущих версиях системы, и начнем с первого, самого интересного и, наверное, быстрого. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке пуск и запускаем новое приложение терминал Windows от имени администратора. Запускаем. У нас по умолчанию в терминале Windows открывается Windows PowerShell, хоть и от имени администратора. Если мы хотим именно командную строку, мы можем нажать по этой стрелке и выбрать командная строка, либо использовать сочетание клавиш Ctrl-Shift-2. Если вдруг вы хотите, чтобы вас всегда, когда вы открываете терминал Windows, через кнопку пуск отрывалась именно командная строка, вы можете зайти в параметры и в параметрах у нас выбрать профиль по умолчанию, вместо Windows PowerShell выбрать командную строку. Здесь гораздо больше интересных параметров в терминале Windows, рекомендую с ними познакомиться, можно интересно поменять поведение командной строки, ее дизайн и так далее. У меня есть отдельная статья на эту тему, ну и думаю самостоятельно вы тоже сможете разобраться. Это первый способ. Второй метод, который я рекомендую использовать всегда, когда вы не знаете, как что-то запустить, это поиск. Смотрите, если мы используем поиск в панели задач или в меню пуск, то, начав набирать командная строка, мы найдем этот элемент очень быстро — командная строка — и здесь будет пункт запуска от имени администратора. Иногда бывает такое, что это меню отображается не полностью, тогда можно сделать следующим образом — правое нажатие мышью, запуск от имени администратора и соответственно запустить от имени администратора командную строку. Следующий метод — если вы зайдете в меню пуск, после этого откроете все приложения, пролистаете вниз, то вы там найдете пункт инструменты Windows. Секундочку, открываем их и здесь у нас все системные инструменты, ну или почти все управления Windows. Выбираем командная строка, правый клик по ней, запуск от имени администратора, она также запускается от имени администратора, как нам и требовалось. При желании вы можете зайти в папку c windows.system32, там найти файл kmd.exe или cmd.exe, после этого правый клик по нему и опять же запуск от имени администратора, если вам требуется запустить ее именно от имени администратора, то есть это исполняемый файл командной строки. Если вы можете попасть в диспетчер задач, например, с помощью сочетания клавиш Ctrl-Alt-Delete или Ctrl-Shift-Escape, либо, например, вот таким вот образом, правый клик по кнопке пуск диспетчер задач, то там, если мы зайдем в файл запустить новую задачу, отметим пункт создать задачу с правами администратора и введем cmd или cmd.exe, нажмем ok, то у нас запустится командная строка с правами администратора. Это некоторые способы, на самом деле их значительно больше в Windows 11, как и в предыдущих версиях Windows, некоторые дополнительные описаны в статье, ссылка на которую будет в описании под видео, но думаю одного из них вам будет достаточно. На этом все, спасибо за внимание, удачи вам!